Все мы любим полакомиться крепкими, сочными, ароматными и вкусными плодами груши. Но в последнее время в средней полосе России и Беларуси свиретствует огромное количество заболеваний, так и норовящих оставить нас без урожая. Сегодня мы поговорим о самом распространенном и вредоносном заболевании груши – ржавчине. Но даже если вы считаете, что знаете об этой болезни все, либо что вас она уж точно не коснется, все равно советую посмотреть это видео, потому что мои рекомендации помогут вылечить груши от практически всех грибковых болезней, а также узнать небольшой секрет эффективности обработок от ржавчины. Еще 20 лет назад ржавчина груши была настолько редкой в наших садах, что приходилось побегать, чтобы найти хотя бы один ржавый листик. Сейчас наоборот. Иногда приходится бегать по саду, чтобы найти хотя бы одно здоровое дерево. Основной успех борьбы со ржавчиной состоит в том, что, во-первых, нужно знать, какой именно препарат нужно применять, и второе, когда именно его применять необходимо, чтобы эффективность была 100%. Ржавчина – это особый грибок, который более характерен для зерновых, для хвойных. Не зря второй хозяин ржавчины – это можжевельник казацкий, можжевельник горизонтальный и прочие стелящиеся виды. И те препараты, которыми мы пользуемся традиционно, не всегда срабатывают против ржавчины, потому что это грибок совершенно другого семейства, даже класса. Для него нужен особый препарат. Это ракурс. В свое время я участвовала в регистрации этого препарата, точнее, в регистрационных испытаниях, и я проверяла, как ракурс борется с ржавчиной груши. И могу сказать, что он действительно с ней справляется. Достаточно от двух до четырех обработок за сезон, и ржавчина у вас в саду не появится от слова совсем. Это препарат ракурс. Изначально он был зарегистрирован в первую очередь для хвойных. Ведь хвойные болеют ржавчиной. Особенно лесные породы, такие как сосны, ели. Но потом ученые задумались, если оно борется с ржавчиной хвойных, значит, оно может бороться и с ржавчиной груши. И это оказалось правильно. Ракурс прекрасно справляется с этой болезнью. Обрабатывать ракурсом по спящим почкам или только набухающим бесполезно. Он не сработает. Нет целевого агента спор ржавчины. Нет пятнышек. Как только температура воздуха перешагнет через плюс 6, плюс 10 днем, распустятся, появятся первые листочки, А в прогнозе погоды появятся дожди, однозначно берем ракурс и отправляемся в сад. Именно к таким погодным условиям приурочен массовый выброс спор. Те, у кого растет можжевельник на участке, может проверить, есть ли там ржавчина. Она выглядит в виде таких желеобразных ржаво-рыжих наростов, на коре, на ветках, даже на хвоинках. Это очень плохой признак. Значит, срочно нужно работать. И не только свои груши, но и декоративные можжевельники. Кстати, ракурс был испытан не только против ржавчины, против которой он очень хорошо работает, но и против парши, которая тоже портит немало хороших груш. И он, оказывается, снимает и эту болезнь, а также целый комплекс других листовых пятнистостей. При обработке ракурсом следует помнить, что инструкция – это святое. И строго соблюдаем и разведение, и технику собственной безопасности. Хоть и пишут, что там препараты условно умеренно опасны, но лучше ими не дышать. А для того, чтобы ржавчина надолго, на весь сезон оставила ваши сады, вы должны своими обработками перекрыть период, когда идет массовое рассеивание спор. Это конец апреля, май, июнь месяц. Именно в это время, особенно после дождей, идет самый сильный выброс спор. Если год выдается влажным, именно начало сезона выдается влажным, то вспышка ржавчины гарантирована. Если же год сухой, то болезнь может почти не проявляться, вот как в прошлом году. Тогда мы количество обработок уменьшаем. В сухой год достаточно двух обработок ракурсом. Если год влажный, то нужно четыре обработки фунгицидами, чтобы справиться с этими болезнями. Но поскольку работать только ракурсом, раз за разом подряд нельзя, есть вариант чередовать его с тем же хорусом, который был контрольным вариантом и тоже может справляться с ржавчиной. И скором, чередуя эти препараты, мы сможем надежно защитить грушу от ржавчины, и она долгие годы будет радовать вас своим здоровьем. А для того, чтобы растение прекрасно справлялось с болезнями, с вредителями и прочими неблагоприятными факторами нашей среды, обязательно подкармливайте их макро- и микроэлементами. Например, циолин. Это комплекс макроэлементов, микроэлементов, гуминовых кислот на ионообменном субстрате. Циолин прекрасно разрыхляет почву. И что мне особенно нравится, он очень медленно отдает питательные вещества, макро- и микроэлементы, которые в нем содержатся, растениям, способствует развитию корневой системы и в целом повышает сопротивляемость растения болезням. Вот. И положительно сказывается на их общем состоянии. Сейчас мы внесли в приствольный круг. Я аккуратненько это заделаю. Вот. И оно будет потихонечку работать в почве. Особенно важно, видите, у нас груша очень ранняя, она уже выбросила бутончики, и тем более сейчас важно питание и азот, и фосфор, и калий, и прочие важные макро- и микроэлементы. Оно действует медленно, постепенно, высвобождая в почвенный раствор, в зону корней, где вы его внесете, нужные растениям элементы питания. И тогда растение, поверьте, гораздо лучше отзовется и на защиту, и на другие подкормки, и будет долгие годы радовать вас ароматными вкусными грушами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, советуйте, говорите, что бы вы хотели еще узнать о саде, о огороде, и мы постараемся это сделать. Ну и, конечно, ждем от вас лайков и подписки. С вами была Юлия. Процветание вам и вашему саду.